О прямоугольнике, который, что называется, обилие клеточками. Давайте сейчас объясню. Представьте себе, что у меня есть, например, квадрат 5 на 5. Это не обязательно квадрат, можно взять прямоугольник. И пройдем вдоль его стороны вот таким вот образом. Давайте тогда посмотрим, чему равна площадь квадрата. Ну, понятно, 5 на 5, 25. А чему равняется количество вот этих клеточек? Очень просто. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 это 20. И еще по одной, 24. Так вот, 25 не равняется 24. А я хочу, чтобы равнялась. Чтобы был такой прямоугольник, для которого... Давайте его размеры обозначим какими-нибудь буквами, да? Х и У. Для которого верен следующий факт, что площадь х умножить на у, это то же самое, что вот эта вот обивка. Давайте поймем. Площадь прямоугольника должна равняться... Давайте посмотрим, чему. Должна равняться 2х плюс 2у плюс 4. Совершенно верно. Итак, в натуральных числах нужно решить такое правление. Ну, для начала надо придумать какую-нибудь пару, а потом, естественно, мы должны будем найти все решения. Да, пожалуйста. Вы считаете, что подходят числа 3 и 6? Давайте посмотрим. Если умножаем 3 на 6, то по вашему это то же самое, что 2х3 плюс 2х6 плюс 4. Итак, 6 плюс 12, это сколько? Это 18 плюс 4, это 22. Явно не получилось. Надо уметь себя контролировать, уметь себя проверять. Важны не просто слова, важны разумные слова. Вы сомневаетесь, что 18 не равно 22? Нет, я знаю пару, которые подходят. А, нет, знаете пару, которые подходят? Хорошо. Я думаю, сейчас они тоже узнают. Да. Вы вместо х и у считаете, что можно взять 4 и 6, да? Да. Ну, давайте. 4 умножить на 6, а здесь 2 на 6 плюс 4. Проверяем. 8 плюс 12 плюс 4. Да, действительно, одно решение вы придумали. Очень хорошо. 5 и 6. Вы думаете, что 5 и 6. Давайте посмотрим. Я не верю, но ладно. 5 умножить на 6, это 30. 2х5 плюс 2х6. Это 10 плюс 12, 22 плюс 4, 26. Нет, не равно. А почему вы не проверили? Сказалось бы, так просто написать. Это же не какая-то сложнейшая высшая математика. Это просто задача на вычисление с простыми, с несложными, небольшими числами. Кстати, а все понимают, почему в этой задаче бессмысленно брать слишком большие числа? Да. Потому что если числа очень большие, то у вас такой толстый, большой прямоугольник, у которого очень много клеток, а на границе клеток мало. Правильно? Квадрат – это частный случай прямоугольника. Любой квадрат является прямоугольником. Да, пожалуйста. Что? Вы посчитали? 2 на 8 – это 16. 2х2 – это 4. Плюс 16 – уже много. Надо в тетради написать числа и посчитать. Придумайте такой прямоугольник, что при обивке его клетками на обивку уйдет столько же клеток, какова площадь этого многоугольника. Что? 3 на 10 – это каштриц, да? Так, 2 на 3, 2 на 10 – это уже 26, плюс 4. Поздравляю! Это правильный ответ, ребят. И на самом деле, вообще-то, других вариантов нет. Но, это нужно доказать. Вот смотрите, сейчас мы, придумывая пример, оказались в ситуации, когда оба примера мы придумали. Ну, конечно, можно переставить, сказать, не 3 на 10, а 10 на 3, не 4 на 6, а 6 на 4. Ну, это немного ума надо. А вот теперь, совсем другая стадия решения. Мы должны доказать, что других способов нет. Скажите, есть ли у кого какие-то идеи? Как бы это можно было доказать? Да, пожалуйста. Перебрать все натуральные числа – занятие не для слабонервных. Есть такой стишок у Казьмы Прудкова. «Однажды нес пастух кому-то молоко, но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался». Читатель, он к тебе не попадался? Понимаете, если вы начинаете перебирать 1, 2, 3, 4… Сначала все, конечно, замечательно, но потом вы соображаете, что после каждого числа есть на единицу больше. И этот процесс никогда не остановится. Я уже намекал, что вообще-то слишком большие числа брать нельзя. Но вопрос, как это превратить из идеи, что числа должны быть не слишком большие, в математическое какое-то рассуждение. Вот так же, как с Магараджами, да? У нас была идея, что слишком много этих фигур не может быть. А потом мы поняли, почему. Потому что, если на центральной вертикали есть фигура, то сразу возникает проблема. Вот здесь, да. Это то, что называется идея. Когда вы говорите «слишком большое», то это не математика, это именно идея. Абсолютно разумная, конечно, абсолютно правильная идея. Но нам нужно уже сейчас точное рассуждение. Так, господа, давайте сделаем так. Я расскажу два решения. Одно будет основано на той идее, что только что сказали, а другое будет основано на учебнике алкоголе, на том, что можно раскрывать скобки и так далее. Сначала первое. Господа, смотрите, вот есть у нас уравнение. х умножить на у равняется 2х плюс 2х. Все это уравнение понимаете? Да. Да, отлично. А я возьму и обе части разделю на x, y. Вы знаете, что если у нас есть равенство, то если разделишь обе части на одно и то же, то тоже будет равенство. Отлично. Посмотрим, что получится. Когда x, y делишь на x, y, то вообще получается единица. Так пишу. Единица. Когда 2х на x, y, то пока не очень понятно, что получается, так и напишу. Когда 2y делишь на x, y, тоже не очень понятно. Ну и, наконец, 4 делишь на x, y. А дальше, напишите, идея. Есть основное свойство дроби. Это вот что такое. Когда у нас есть любая дробь, то сократив на одно и то же число числитель и знаменатель, мы не изменяем эту дробь. Ну, например, 2 шестых, 1 третья, 7 двадцать первых. Это на самом деле одно и то же число. Кстати, кто не знает, в высшей степени важно это дело узнать, осознать, потому что это не зря называют основное свойство дроби. Это то, без чего совсем нельзя ничего делать с дробями. Так вот, значит, я могу переписать. единица, это есть 2y, 2x и 4 разделить на x. Теперь давайте думать, ну и что? А то, что вот это число положительное, и явно не очень большое по сравнению с этим, поэтому я могу написать так, единица больше, чем 2y и 2x. А дальше смотрите, какая история. У нас здесь два числа, и их сумма меньше единицы. Понимаете ли вы, что в таком случае хотя бы одно из этих чисел обязательно должно быть меньше 1 второго? Вот представьте себе, что вот это 1 вторая или больше, и это 1 вторая или больше. Две половинки, это что будет? Это больше, это будет единица или больше. Значит, одно из этих чисел меньше 1 второго. Ну, например, пусть 2x меньше, чем 1 вторая. Что будет в таком случае? А замечательная вещь. В таком случае у нас получается, что, если умножить на 2, на двойку, что 4x меньше единицы. А это значит, что x что? Больше 4. Ну что, господа, помните, вы мне говорили, идея состоит в том, что числа x и y должны быть, какие должны быть? Не слишком большие. Правильно? Беда. Я доказал, что x должно быть большое. Среди наших чисел должно быть число больше 4. А хотел доказать, что наоборот маленькое. Ребята, а дело вот в чем. Потому что я писал неравенство в эту сторону. Ну и понятно, значит, получается, что это только маленькое, а значит, знаменатель должен быть большой. А на самом деле, надо было сказать следующее. Одна из вот этих травей обязана быть не меньше, чем одна треть. Согласны? Да. Потому что, если они все меньше, чем одна треть, то что? То сумма будет слишком маленькая. Пишу. Или 2y, вот это знак пыли, меньше, то есть равно, чем одна треть. Или 2x, или 4 разделить на xy. Обязательно хотя бы одна из этих травей, хотя 100, почему меньше? Она за одной больше. Дело в том, что если я сейчас опять написал меньше, то получается, что y больше или равно 6, или x больше или равно 6, или xy больше или равно 12. Совершенно неинтересно. Лучше я сделаю. Одна из этих травей должна быть больше или равна. Вы это верите? Да. Потому что, если бы все были меньше одной трети, то сумма была бы меньше одной трети. Отлично. Теперь переписываем попонятнее. Вот это что такое? Это означает, что y меньше или равно 6. Ну понятно, y поднимаем сюда, да? Здесь x меньше или равно 6. Здесь x умножить на y не больше 12. Должно быть выполнено хотя бы одно из этих условий. Ребята, а дальше-то все легко. Что значит, скажем, x не больше 6? какие варианты вообще для х? Ну, один, вообще-то, ясно, что единица не может быть. Давайте посмотрим на наше уравнение. Почему x? Потому что, когда получается, что y это 2y плюс еще что-то, да? Не может x равняться единице. Значит, имеет смысл смотреть x от скольки? от 2 до 6. Отлично. в качестве x имеет смысл проверять варианты 2, 3, 4, 5, 6. Замечательно. А здесь, когда произведение не больше 12. Ну, смотрите, когда одно из этих чисел 2, 3, 5, 6, то это мы и так уже проверим. А может быть так, что числа оба x и y больше, чем 6, а при этом в смысле это смотреть, потому что фактически у нас получилось 5 случаев, а вот теперь вместо того, чтобы пытаться думать, проще всего написать эти 5 уравнений и, честное слово, у нас все сразу получится. Вместо x подставляем двойку. Вот прямо сюда. А стоп, так уже нельзя. Тоже нельзя. Слишком маленькая. Слишком маленькая будет вот эта часть. Если вместо x подставляешь двойку. Понимаете, да? Вместо x подставлять двойку нельзя. Вариантов всего 4. Поехали. Один вариант. 3y это 6 плюс 2x плюс 2y 6 плюс 2y плюс 4. Другой вариант. 4y это 8 плюс 2y плюс 4. И следующий вариант. 5y это 10 плюс 2y плюс 4. Последний. 6y это 12 плюс 2y плюс 4. 3y равняется 14, получается не целое число у. А здесь 4у равно 16. Значит, у равно чему? Точно? 4у равно 16, у равно 4. Ну вот и все. у равно 4, х равно 6. Здесь наоборот, х равно 6, у равно 4, а здесь х равно 3 вернусь. Я еще раз вернусь к логике этого решения. Логика такая. Здесь написано равенство, в котором в левой части единица, в правой части сумма 3 дробей. Мы говорим, что не может так быть, что все эти 3 дроби меньше одной третьей. Значит, хотя бы одна из них больше или равна. И вот это здесь написано. Здесь стоит знак ими, выписаны эти самые 3 дроби, и сказано, что хотя бы одна из них не меньше, чем одна треть. После этого применены стандартные правила, чтобы 2 у было не меньше, чем одна треть, у должно быть не больше, чем 6. Пожалуйста, не надо беседовать с детьми во время занятий. Вот вы подсели к нему, да, а вот как раз вы должны сидеть максимально далеко к нему. Максимально далеко. Потому что вы не, нет, совсем далеко. Потому что вы фактически его внимание полностью приковываете к себе. Он думает только о том, что во мне подумает мама. И он сейчас плевать на... Нет, я абсолютно вас не выгоняю, но вот просто когда вы, так сказать, рядом и смотрите, то все, что он может делать, это думать, что во мне думает мама. Ну, все понятно, что во мне думает мама. Так, я объяснил? Объяснил, да? Хорошо. Так вот, ребята, что произошло сейчас? Сейчас произошла вообще довольно длинная, длинная, длинная цепочка рассуждений. Ясно, что уравнение не настолько сложное, чтобы у него не было попроще. Я обещал вам еще один способ решения, говорил, что он будет более коротким. Есть такой способ. Этот способ основан на работе со скобками, на том, что мы наше уравнение сумеем записать более простым образом. Значит, ребят, поскольку это действительно очень легко, но с другой стороны в разных вариациях с разными числами это довольно часто встречается. Давайте я покажу, что это шаг за шаг. Идея первая состоит в том, что все неизвестные собираем в одной части. Получаем х у минус 2х минус 2у это получается число четыре. Это понятно? Да. Повторяю. х умножить на у раньше в другой части были 2х и 2у а теперь переносим сюда. Минус 2х минус 2у равняется четырех. Теперь здесь у нас стоит число четыре, а здесь неизвестное. А дальше выносим за скобку. Смотрите, выносим букву х за скобку. получается так. умножить на у минус 2. Согласны? Да. Вот здесь были множители х вынесли х за скобку. Ну, а дальше приемы. А почему у минус у минус 2, когда х выносишь. А дальше замечательный прием. Ребята, видно, что у минус 2 это что-то интересное. Так давайте напишем так. минус 2 у плюс 4 равняется 8. То есть большая просьба, хотя это и кажется легко, прямо написать в цитрате строчку за строчкой. Сейчас объясню, почему 8. Что произошло? Произошли на самом деле две вещи. х вынес за скобку. Вынес? Вынес. И еще почему-то в правой части получилось 8. кто понимает почему? Да? Мы с обеих сторон прибавили 4. Абсолютно верно. Только не с обеих, а к обеим частям прибавили число 4. Ребята, есть такое правило. Когда есть уравнение, и к обеим частям прибавляешь одно и то же, то остается верным равенством. Здесь получается 8, а здесь плюс 4. и в чем дальше идея? Выносим здесь двойку. х умножить на у минус 2. Минус двойка умножить на у минус 2. Что теперь, последний удар, что теперь можно вынести? х минус 2. у минус 2 выносим за скобку, правда, в другой скобке остается автоматически сколько? х минус 2. Ребята, у нас получилось потрясающе простое уравнение. х минус 2 умножить на у минус 2 равняется 8. Давайте я объясню, как, собственно говоря, число 8 разлагается на множители. Вариантов не так много. Либо 1 умножить на 8, либо 2 умножить на 4. Мы, конечно, можем еще переставлять 4 на 2, 8 на 1. Но это будет соответствовать тому, что x и y меняются местами. А теперь смотрите, что такое 2 умножить на 4? Их равняется 4 ом, а y равняется 6. Значит, вот это вот этот вариант. Согласны? Согласны? 1 2 1